В 5 часов вечера молодой коммунист был задержан за распространение агитационной продукции работниками полиции. Уже на протяжении 3 часов он задержан в РОВД сектора Ботаника за то, что он распространял данную продукцию. Мы пришли сначала ко мне и просили, что это. Я сказала, что это арестовка, которая выгодится в интернету, что мне сказали, что мы не имеем права ее распространять, на что мы начали отвечать, почему, если вон плакаты, вон расклеена стена, нас потом подошли к Жене, Евгению, который задержан сейчас, и просили его пройти с ними. Также меня хотели задержать, но, честно говоря, до сих пор не могу понять, почему меня не забрали, потому что девушка. Сейчас все на совещании. Они закончат совещание, вам после этого возьмут, все какие-то у вас есть вопросы, они вам возьмут и дадут на ответ. Нет, можно вас найти? Пожалуйста. Я вижу, вот к вам обращаюсь. А что случилось, что вы снимаете радио? Случилось то, что уже три часа в райотделе находится человек, которого задержали, по нашему мнению, незаконно. Нам говорят, что он не задержан, но, тем не менее, он находится здесь, его не выпускают. Мы хотим поговорить с кем-то из официальных лиц, которые объясняют, что происходит. Это политический заказ, что это такое? Или он там, может быть, убил человека, что случилось? Что случилось вообще? Девка, да. А я им объясняю. Звонили по какому поводу? Они мне внятно тоже не могли сказать, что и почему. Я говорю, так отпустите нас, если вы не знаете сами, для чего нас сюда привезли. Они сказали мне, пишите объяснительные, и мы изымаем ваш гид-материал. Я говорю, ничего не подписываем, и материал мы вам не отдадим, но они все-таки забрали у нас его.